цветет моя календула а это рудбеки или золотой шар в этом году посадила но нормально хорошо принялся поливаю хорошо нормально развивается кустик татуя книжка это мальва зацвела у меня и зацветает роза и вот это вот все надо вытянуть сегодня все подрезать вот видите она уже дает новые побеги вот вот им будет свести повторно вот пожалуйста новенькие вылезают так что надо вот это вот страха люди еще со встречи вот вот видите вот тут тоже почка уже наклевывается она даст новенькую вот это долго играющая роза хоть и плетущиеся мои собачули скажет хозяйка когда будет кормить я сейчас летом кормлю один раз в день белочка чубурлочка темная красавица крокодильчик ты мой это брик кирпич наш называется почему-то брик вроде звучит перевести то кирпич так обойти а наша бытюнка где наша бытюня бытюня ты где видите а так вот она чешется типа почешите меня летит все я чешу постоянно но она уже перелиняла как бы основная масса брика стригла потому что весь кашлатица на кашлатица ребят смотрите посмотрите у меня что будет творится сколько сколько набирает цвета вот обрезала стояла голая это вот новенькие мои которые не зональная которые как это плющелисты брик ну что ты там нашел уйди оттуда вот видите много 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 так что у меня скоро зацветет зацветет да и вот она стоит горшок тоже весь уже набрал а вот еще одна мартышка страшно батьюнька батьюнька моя красавица будем стричься может быть сегодня ох 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 а это гибискус гибискус ничего прям отошел и стала его жрать для в комнате вот вытащили сейчас ничего вот видите с утра только сейчас 10 утра немножко солнца здесь потом солнце как бы получи здесь даже можно сказать а это вот у меня стоит сорт софия красивее 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 алоэ а это не алоэ это ананасик ананасик три года почти пропал но сейчас ничего отходит отходит я уже думаю господи неужели три года растила из этой из макушки и думаю ничего там у меня не вырос нет ничего и это вот это которую стригла фикус бенджамина этот вот стригла недавно ну как недели две назад уже три наверно и вот он ничего так это дает молодые листочки вот видите порсель так прям видно что такие светло зелененькие это все молодняк лезет молодняк а вот эти вот у меня не стрижены этим еще стрижка предстоит и шифлер к вот молодые видите вот старые такие темные листы и молодняк молодняк надо тоже в обрезку делать и вот фикус мой большой большой стоит вот так и здесь вот сеткриазия фиолетовая посмотрите какие огромные листы стали огромные листы здесь вот полутень достаточно влаги и она такое все крупненькая зелененькая и циперус папирус видео только которая вышла вот буквально подрос до две недели на сантиметров 20 таких можно сказать что макушек это старые макушки подсохшие видите старые вот а это вот все молоденькая молоденькая и вот алоэ алоэ мамочка огромное алоэ а это вот все деточки 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 я уже несколько деточек раздала вот кстати вчера были леруа мерлен боже мой на растения такие занюханные зачуханный а цена просто космос ну просто космос вот такой вот фикусик вот такого размера но что-то около 30 тысяч стоит тенге вы представляете 30 тысяч тенге это где-то 80 долларов мама дорогая мама дорогая тогда вот этот мой фикус должен стоить на это что если не больше вообще цены космос я там даже засраны кактусик себе не купила вот не купила потому что очень дорого очень дорого малюсенькая пипочка полторы тысячи стоит малюсенькая там из земли не видно почему очень дорого как-то нравится то понравилось там сам магазин но растения были во первых не ухоженные во вторых очень дорого вот моя деревня вот мой дом родной еду на почту ребят за второй посылкой акцина с англии должна мне прийти таблетница хочу получить здравствуйте посылки же можно тогда здравствуйте девочки я вчера получила посылку а у меня там написано что две в этой ячейке должно быть а я только что-то одну то вытащила я не увидела проверить можно пожалуйста какое-то это и и он и и и и и и и И на тысячу сделайте, чтобы сдачи там меньше было. Съездила на почту, купила свежих бедрышек и решила поджарить что-то так. Мяска захотелось, курочки. Вот я поджарила, а это мой вчерашний пловик. И вот свежая помидорочка, нарезочка. И все. Вот это будет у меня обедик. Обедик Бориартрика. Ну, запью компотиком. Компот варю сама. Принципиально сейчас колу не покупаю, ничего так. Все. Ну вот, кстати, ребят, еще хлебушка черного свежего купила, Бородинского. Ну, два кусочка или как бы вот он один. Немножко. И тарелочка-то маленькая, маленькая. Ну, не потому, что я себя ограничу, но потому, что больше не смогу съесть. Привет, ребят. Сегодня, наконец, получила вторую посылку от сына, которую он выслал в марте месяце. Намного раньше, и вот сейчас, уже через два с половиной месяца получили. Ну, хорошо, хоть получили, не потерялось. Ну, вот эта посылка, получается, видимо, чисто для меня. Так, открываю. Хочу посмотреть. Предыдущая посылка была для папы на его день рождения. Сегодня поехала, нашла, наконец-то, эту я посылку. Бабу, рад. Так, ну, опять, полотенчики, сколько мне их уже прислал. Вот, смотрите, ребят. ХБшечки. Так, с английской символикой, Лондон. Какая прелесть. Даже жалко такими пользоваться. Ну, буду, буду, буду пользоваться. Жизнь такая вообще короткая штука непредсказуемая. Так, и второй вот. А, и вот здесь как-то сделано, есть такие петельки. Так, видите, Англия. Вот, какая прелесть, красота. Да, красота. Так, а вот эти, которые он еще, это, вчерашний посылки. Значит, вот это у меня с яблочками. Вот, и еще где-то одна была, и одна с королевой Викторией. Королевой Викторией, вот с королевой Викторией. Так, дальше что? А, он прислал мне лекарства. Купил витамин С. Как раз у нас только начался коронавирус. Но, он, получается, не успел его отправить. Это витамин С, эстер С. То есть, сейчас после операции, витамин С, как бы мне на желудок, ну, вредно. А это мягкая такая форма. Вот, мы это с ним обсуждали по телефону, по скайпу. Как он? А-а-а. Сейчас. Вот, в общем, такая большая доза. Витамин С и у нас есть, аскорбиновая кислота. Ну, когда у вас вот вирус именно, чтобы антивирусные меры применять, надо большую дозу пить. Допустим, 1000 мг. А 1000 мг, а у нас вот эти аскорбинки идут по 50, это надо 20 таблеток просто за раз. Ну, знаете, тут ни один желудок не выпишет, если 20 за раз. Вот как вот он. Вот тут нарисовано, что вот так. Вот, господи ты, боже мой. Как я всегда говорю, без бутылки не разберешь. О, ребята, смотрите, в таких блистерах. Так, 1000 мг со вкусом апельсинчика. Женя, спасибо, дай Бог тебе здоровья, дай Бог здоровья. Будем бороться с коронавирусом и вообще со всеми вирусами на свете. Вот, Женя прислал витамин С. Так. И еще прислал, ребята, парацетамол. Ему для спины назначают. Говорит, мам, ну сколько много назначают, что у меня уже остались лишние. Хоть выбрасывай. Я говорю, не вздумай выбросить. Перешли мне. Вот он мне прислал парацетамол. Ну, у нас мы пьем его как жаропонижающий. Оказывается, он еще как и балерный. В общем, посылаем друг другу таблеточки. Так, вот это что такое? Не знаю. С ним, кстати, вот коробочка. Мне тоже, кстати, подойдет. Обратно ему буду посылать. А, он прислал мне точилку. Точилка, смотрите, ребят. Так, для большого карандаша и для маленького карандаша. Но, я тут уже увидела, что он мне прислал. Так, и тут самое главное он мне прислал, ребят. Та-да-да-дам, таблетница. До этого он мне прислал такую. Но, папа болеет, и я папе отдала ее. Очень удобная штука. Прямо она выручает конкретно. Вот, ребят, смотрите. Здесь 7 дней. Утро, вечер. Так удобно открывается. Я искала тоже. Ему говорю, не высылай, не высылай. Но, я искала. У нас в Алмате таких нет. У нас какие-то другие есть. Вот так вот, знаете, удобно. Вот раз, кнопочку нажал, она вот так открывается. Все остальные не открываются. Высыпал себе те таблетки или витамины, что ты пьешь. И очень удобно. И уже ты знаешь, вот если здесь, допустим, ну вот смотрите, Санда, это воскресенье, да? И здесь еще вот, вот видите, какая штучка идет тоже по недельник. Вторник можно еще наклеить дополнительно, если плохо видите или плохо понимаете. Какие дни? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я еще, наверное, дополнительно это все куда-то наклею. Да? Наклейка же это, я же не ошибаюсь. Да, наклейка, да. Вот. Очень удобно, очень удобная штука. И вот сейчас я эти же витамины все разложу. Потому что, ну вот ты сидишь от давления. А сегодня я пила или не пила? И как бы ты даже вот не можешь вспомнить другой раз, пила или не пила. Ой, это было сегодня или вчера. А витамины я сегодня пила или не пила? Ну, получается вот, вот эта штука вообще хорошая. Очень хорошая штука, тем более. Утро-вечер. И сразу видно. Если, допустим, сегодня понедельник, а в воскресенье ты сразу видишь, что ты пропустил. Вот, я ее один раз в неделю разложил. Ну, это, конечно, кто прибаливает. Ну, витамины мы все почти пьем. Тем более, мне врач тоже на постоянку прописал. Вот. И вот он мне что прислал. Ребята, это вообще. Вот. Это он мне посылает второй раз. Первый раз представляет вот эту пачку. Меня умыкнули на нашей почте. И вот он сейчас уже оценивает это все. Вот. Умыкнули. Ну, не на нашей почте, я не знаю. У нас тут в Казахстане. Это карандаши по стеклу и керамике. То есть, вот по стеклу. Я сколько здесь у нас еще, я не могу их найти. И вот он мне прислал пачку целых карандашей. И к ней еще прислал вот такую вот фирменную точилочку. Для маленького карандаша, для большого. Как она открывается? О! Вот эта вот штука вот так открывается. Вот. Подточили. И с этой стороны. С этой стороны тоже так подточили. Угу. Вот. Вот это. А вот это вот тоже как-то регулируется. Что это регулируется? Надо, короче, его расспросить. Без бутылки не разберешь. В общем, это для творчества. Он меня во всем поддерживает. Так что вот. Вот получила такую, значит, посылку. Сегодня я ездила на почту, вот купила лапок и сижу сейчас их обрабатываю. Ну, в основном-то, конечно, собакам. Но и про себя тоже не забываю. Собакам что-то пока получилось мало обработанных. Ну, не обработанных, а оно, а себе что-то получается больше. Ой, так прям не могу. Захотела лапок. Обожаю лапки. И вот сейчас сижу. Очищаю, срезаю коготки. И вот это вот все натоптыши. Все, короче, убираю. Ну, вот так после обработки получается. Такая вкуснятина, когда отвариваешь коллаген в чистом виде. Многие добавляют в холодец, но я холодец не варю. Я так, отвариваю лапки просто со специями добавляю, остренькие, как бы кушаю. Вкуснятина получается неимоверная просто. Вот. Вот сейчас я их обрезала, теперь я их хорошо промою в воде. Потом в дуршлаге промываю. Ну, сначала в чашке, вот в этой полной. Потом откидываю на дуршлаг, высушиваю. И сразу раскладываю по пакетам, по порциям. Чтобы вот так сварить, приготовить и покушать. Вообще незаменимая вещь. Вообще. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим итог. Наше равноправное деление. Вот это огромная чашка. Тут 3 килограмма. Это все мне и папе. А это моим трем собачкам. Ну, я правда уже по лапке им кинула. Вот. И это тоже сварю. Как бы на один раз им будет. Ну, ребят, не могу стоять я против лап. Не могу. И, кстати, что я делаю. Собакам я варю, во-первых, головы покупаю. Вот. Не корма, а головы. А это вот как бы идет себе. Ну, вот. Сейчас вымою, просушу, разложу по пакетам. Раза на 3 мне хватит. Племяш любит. Племянница начинает понимать вкус. Вот этих лапок племянника, то есть жена. Вот. Папа любит. Мы все любим. В общем, вот такая вот у нас будет закусочка. Лапки, коллагенчик. Сейчас еще окончательно все вот это промою. Это еще немытые стоят. Немытые. Вот. Ну, вот так. Такое у нас неравноправное деление. Друзья, видео, день первый. Смотрите, начинается массовое цветение герани. Вот еще вчера буквально были вот такие вот как бы бутончики нераскрытые. И начинают, начинают, начинают распускаться. Я представляю, что будет через неделю. Короче, день первый. День первый. Вот. Ну, вот та вот, она вообще уже, видите. Ну, и тоже там как бы бутончики. Вот. Вот так, ребята. Вот так, ребята. Вот так.